Начнем с того, что Лукашенко вызвали к Путину за несколько дней до того, как сам Путин должен был прилететь в Беларусь. Причина такой рокировки по-прежнему неизвестна. Далее нам показали нетипичное место, куда демонстративно прибыл Лукашенко и где, судя по официальным комментариям, он пробудет около трех дней. В месте снижения самолета не обнаружено никакой информации о бункере Путина. А это значит, что Лукашенко намеренно спалил новый секретный объект или это дезинформация для Запада. Вы не отследите мое местоположение. Причем Лукашенко с Путиным проведут подозрительно неприлично много времени вместе. Тут возможны варианты. Путину не с кем поговорить. Такаев издевается, разглашая пекинские тезисы. Турция публично называет российскую армию зерновыми ворами. Талибы бесплатно не разговаривают. Макрон и Шольц не звонят. Приходится вызывать Лукашенко. Путин торгуется с Лукашенкой по условиям вступления в войну. Косвенных доказательств вероятного входа Беларуси в военный конфликт масса. Но не меньшим является количество факторов, которые открыто противоречат возможности белорусского наступления. Сам Лукашенко в своей последней большой политической речи озвучил, что Минску нужно всеми силами крутиться, чтобы не вляпаться в войну. Можно ли гарантировать, что Лукашенко не начнет вторжение в Украину? Зависит от заезженной формулировки. Лукашенко действительно лично, по собственному желанию, ни при каких обстоятельствах не даст приказ наступать. Но слишком длительное общение с Путиным может превратиться в принуждение дворца к старту агрессии. Есть вариант, что Путин подговаривает Лукашенко открыть очередную провокационную линию на литовской границе. Относительно возможной войны с НАТО, в этой войне Россия не может победить. Раньше бы сказали, что такая война ввиду ее очевидной провальности не может быть развязана Кремлем. Сейчас это сказать нельзя. Но Патрушев, отправленный в Калининград, распространять важные посылы, секретно обсуждал вариант военной интервенции. Настолько специально, секретно, что западные разведки, конечно, такое услышали. Более того, для убедительности секретной информации, в историческом Кёнигсберге начались какие-то подготовки к учениям с применением артиллерии. Стартовали как раз под санкционно-блокадный кризис. Давайте смотреть на ситуацию. Россия скоро не сможет продолжать наступление, так как ресурсы ограничены. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, из этого исходят британские спецслужбы. В ближайшие пару месяцев войска РФ могут прекратить продвижение вперед. Их ресурсы будут исчерпаны. Джонсон, ссылаясь на разведку, дословно повторил вывод о том, что саранча провалилась. Вопрос. Чем воевать с НАТО? Было бы спокойней, если одновременно с началом войны на Запад не были бы запущены тезисы «НАТО не будет рисковать возможностью начала ядерной войны за страны Балтии». Тут имеется в виду не оперативная работа, а скорее убеждение Кремля, причем достаточно старая с момента принятия трио в Альянс. Фактически война невозможна, если Кремль уверен, что НАТО впишется за Литву, но Москва убеждена в обратном по неизвестным причинам. Фактически представитель Германии, сообщивший, что Запад должен быть готов нанести ядерный удар по России в случае перехода войны в разряд глобальной и неконвенциональной, сделал для сохранения мира очень много. Было разрушено еще одно заблуждение Кремля. Запад никогда не будет применять ядерное оружие. И первое заблуждение Москвы настораживает. Если Путин будет уверен, что за Литву не впишутся Штаты, то Балтийская кампания начнется в тот момент, когда будет необходимо сместить повестку от поражения в Украине. В этом расколе НАТО и состояла миссия Трампа – отделить страны друг от друга и отвязать всех от Вашингтона. Но раскола нет, а значит, начало войны – суицид. Ждем развития событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok